Друзья, всем привет! С вами Джоггер. Сегодня у нас, так сказать, юбилейное видео. На моем канале стукнуло недавно 130 тысяч подписчиков. Поеду немного погоняю в шашки. После этого хочу провести небольшой диалог с вами. Ну, можно сказать, монолог. Рассказать вам о последствиях шашек. Вообще, в принципе, что бывает, что у меня было за все время моей езды. В моей гоночной карьере все, что осталось за кадром. Обратную сторону шашек и гонок в городе я расскажу. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Поставьте ему лайк и напишите какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно. Новый ракурс. Камера стала ниже. Должен быть хороший звук с микрофоном. Очень по-интересному я делал крепление. Немного неудобно, конечно, так ездить. Совсем чуть-чуть. Вот. Ну, я думаю, дело привычки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пипец. Что-то какая-то вообще тут суета страшная. Чипов обогнал теперь. Несутся. Нормальная сейчас получилась такая заруба. Очень много народу по красной гоняют шашки. Я присоединился к ребятам, но они поехали туда дальше, видимо, на полный круг. Субтитры сделал DimaTorzok В этот раз у меня масло с собой. Я крайний раз доливал, когда мы с неки там гоняли по трассе, спринт снимали, вот крайний видос. Сейчас улучшаю качество, ёпта. Влоги будут. Дерь поинтереснее. Я еще... Ну, посмотрим, как этот... Вот так красная, кстати, со стороны выглядит. Посмотрим, я еще... Может, куплю какую-нибудь другую петличку. Эта петличка за 15 рублей с Алиэкспресс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Братан, ты говорил, что в районе машина не едет, она летит, братан. Как ты можешь такие вещи говорить? А, блин, как соло она едет в одну. Братан, залезает только так, братан. Ты тигр, братан. Чекпоинт, братан, поймай, братан. Едем, дайдем, ёпта. Чекпоинт в автодраме поймал только что. Братан, значит, не чекпоинт, да? Она просто... Я вообще могу ехать совсем по-другому, но если я буду один либо вдвоем, когда она держит, ну, и когда тепло. Сейчас мы там, блядь... Братан, сейчас тоже нормально, но... Обычно. Это музыка моя, для души моя, нет, не души меня, моя родина, моя семья. Это музыка моя, для души моя, нет, не души меня, моя родина, моя... Ну, выключаем звук свою, ну что друзья сейчас будет много интересной информации я вам расскажу какие были у меня ситуации начну наверное самой жесткой ситуации которая произошла со мной и связана она была из-за гонок я ехал вместе со своими друзьями от дзержинского уехали достаточно быстро 120-130 километров часа бежали машины получилось что перевернулись я сидел спереди был не пристегнут вода и вообще спал в тот на тот момент это уже было под утро я вылетел из машины пролетел метров 300-400 я дальше машины пролетел по асфальту скорость моя начальная была 140 километров в час потому что машина двигалась такой скоростью меня остановил бордюр я головой в него вошел здесь будут фотографии все я вставлю на youtube 18 плюс поставят на этот ролик но это важная информация которую вам нужно знать спустя четыре года я конечно же восстановился практически полностью да есть проблемы с позвоночником с плечевыми суставами с коленом с локтями ну в принципе проблемы есть я хожу в зал занимаюсь для того чтобы поддерживать мышечные карка чтобы было чувствовать себя хорошо но я стал инвалидом я потерял полностью слух на правое ухо и это не лечится не восстановить его никак вот это произошло из-за гонок друзья и знаете это еще я легко отделался также на этой улице дзержинского молодой парень гонщик въехал на рейндж-ровере убил несколько людей просто чтобы понимали что такие ситуации происходят за всю свою карьеру шашечника я снес четыре раза зеркало я остановился и оплатил прямо на месте одна единственная жесткая авария за рулем гольфа я гонял в шашки у нас было пятеро в моей машине и я нарушил тогда свой так сказать кодекс шашечника ну тогда его в принципе не существовало это было только начало мы гоночной карьеры я поехал за машиной которая тоже гонялась это был hyundai какой-то я ехал прямо впритык за ним воду перестраивается резко прыгает прямо перед припаркованной машины слева от меня тачки тоже мне прыгать некуда там все буквально доли сотых по касательной ухожу на 150 тысяч ремонта я попал была ситуация на трассе тоже когда я только начинал ездить на машине идет колонна фур я выезжаю на обгон ночь объезжаю понимаю что но есть встречка была соответственно я понимаю что я не успеваю обогнать четыре года назад я прям в красках не помню как это было я закрываю глаза такой про себя говорю блять вот то что я помню открываю глаза фура это сошла на обочину я уже нахожусь в своей полосе если вы думаете вот мне везет если вы будете ездить шашки не факт что повезет вам в россии очень много людей с повышенной тревожностью я объясню что это за люди вот эти люди которые придумывают то что не произошло вполне вероятно даже не произойдет никогда они уже об этом думают представляю что это произошло что это может произойти это вот к тому что пишу часто комментарии вот ты там убьешь людей там то все я никого не убил никого не собираюсь убивать я об этом не думаю потому что я этого не допущу вот а у нас очень много людей которые с повышенной тревожностью и постоянно вот если вдруг если вдруг если вдруг если вдруг извините каждый водитель кто уже сел за руль он потенциаль потенциальной убийцы если вдруг вы нечаянно отвлеклись, спокойно ехали и сбили, не дай бог, там ребенка. Да все может быть. И нет смысла просто постоянно вот об этом думать, что если вдруг, если вдруг. Так вот, если вы относитесь к этой категории лиц с повышенной тревожностью, я вам максимально не советую вообще ездить за рулем, потому что то, о чем вы думаете, вы это притягиваете сами в свою жизнь, и это происходит. Если вы все же решились начать гонять шашки, друзья, я хочу вам сказать одну важную вещь, к которой я пришел спустя 9 лет адреналиновой езды, я пришел к такому мнению, что если вы позволяете себе гонять на таких скоростях, где нет ни единого шанса на ошибку, вообще ни малейшего, никакого, нужно жить абсолютно трезвой жизнью, вообще не употреблять алкоголь. Я не пью алкоголь уже год, я вам скажу, что когда вы полностью отказываетесь от алкоголя, ваш мозг начинает работать совсем по-другому, вы не отравляете свой мозг. Мозг это самая, что ни на есть важная часть вашего организма, которая решает вообще, как вы будете ехать в шашки, там, на треке, либо где угодно. Все это происходит за счет мозга, и мозг должен быть абсолютно трезвый, абсолютно чистый. Если уж вы решились начать гонять шашки, у меня есть несколько гайдов по шашкам, посмотрите их обязательно. Если вы уже начали гонять, вы должны отдавать себе отчет в том, что вы можете стать потенциальной убийцей, что вас могут посадить в тюрьму, то, что по вашей вине могут погибнуть люди. Если кто-то ездит хорошо, долго и попадает в аварии, это не значит, что такая езда, езда в шашки, это безопасно. Ваша жизнь, если вы там не цените ее, ничего в этом такого плохого нет. Каждый волен распоряжаться своей жизнью так, как он хочет. Но нельзя влазить в жизнь других людей. Это самое главное. Друзья, я надеюсь, что та информация, которую я пытался до вас донести, вы ее услышали, проживали, обдумали еще раз свое решение начать гонять. Надеюсь. Мои слова как-то повлияют на вашу жизнь, на вашу судьбу, потому что я просто захожу в инстаграм, вижу, мне пишут комментарии, ну, парень, не знаю, лет 16-17, ему говорит, вот, я мечтаю 18 лет купить себе такого же гольфа и гонять так же, как и ты. Когда я понимаю, что все же я своими видео показываю людям, ну, агитирую их на такую езду, в этом нет ничего хорошего. Я стараюсь вообще, я практически во всех видео всегда говорю, не повторяйте этого, не нужно этого делать. Сегодня, почему вообще я решил об этом поговорить, сегодня один блогер, Камикадзе Дид, вот, я о нем только сегодня узнал, про политику там снимает, я политикой не интересуюсь и никому не советую вообще в это лезть, забивать себе голову, вы там все равно ничего не решите. Снимал видео и там рассказал про мой канал, то, что вот, я там агитирую людей кататься, нигде не говорю о том, что не нужно это повторять. Сделал мне небольшой черный пиар, черный пиар это еще лучше, чем обычный пиар, потому что приходят хейтеры, хейтеры всегда эмоционально пишут комментарии, а ютуб очень любит эмоции и продвигает видео с эмоциональными комментариями, и поэтому я решил осветить эту тему. Я вообще хотел рассказать именно вам про свою аварию, только про аварию, где я вылетел из машины на 130 тысяч подписчиков, я думал, ну, чтобы все посмотрели, знали о том, что вот откуда шрам на голове у Джоггера. После этого Камикадзе Дид я решил вам прям так, грамотную такую лекцию провести. Надеюсь, информация была полезная, надеюсь, шашки вам понравились. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, обязательно подписывайтесь на мой канал. У меня будет много интересных видео, не только шашки, я гоняю не только в городе, я гоняю по серпантинам, гоняю по трассам, много где гоняю. Как тепло будет, я поеду на картодром в Услабинск, все давно хотели увидеть, что я могу на треке, вот я поеду на трек, ну, мини-трек, так сказать, картодром. И в конце видео я отвечу на вопросы из донатов, теперь в конце каждого видео вы можете задонатить мне небольшую сумму, задать вопрос, и в конце видео я вам обязательно на него отвечу. Друзья, как и обещал, в конце видео я отвечу на вопросы из донатов, поступил донат в 500 рублей. Привет, подскажи краснодарский сервис по покраске, чтобы сделали в идеал. Ну, по покраске не подскажу, я не знаю таких сервисов, я не красил машину, но могу подсказать детейлинги, в которых можно будет, скорее всего, и покрасить, либо они направят. Это RD-тюнинг и CarHouse. Второй вопрос, ну, не вопрос, бери на тест тачки, и с подписчиками можно встречи будет делать. Ну, если мне кто-то предложит на тест какую-то интересную тачку, я с удовольствием ее возьму. Так, пока никто ничего не предлагал. Задавайте ваши вопросы, ссылочка на Donation Alerts ниже в описании.